Всем доброго утра! Какое чудесное утро в Мерсине сегодня! Я сижу уже минут 20. Сижу и качаюсь. Так хорошо, так успокаивает, мотивирует на успех, на здоровье, на настроение, на позитив, мои дорогие. Людей мало. Я сегодня проснулась 7 часов, но у меня были дела, и вышла после 10. Мои планы сегодня посетить Марину, и вы вместе со мной увидите ее. Видите, вот там вот туда я должна пройти. Установила программу километраж. И буду считать, сколько километров и шагов я прошла. Отключаюсь в 12 часов ночи. Вчера была заведенная, как электровейник. Столько дел переделала. За столько дней я пришла в себя, я вообще не притрагивалась к уборке, пока привыкала к этим гормональным. И с каждым днем силы приходят, и столько обедов наготовила. Вы сами видели, мой муж не поел. Он говорит, это что такое? И праса, и суп чечевичный, и цезарь, это, говорит, у нас обед, и картофель жареный. Чеков, ты, он только съел суп и картошку поел. Больше ни к чему не притронулся. Ну вот он говорит, и что это говорит? Я говорю, ну не знаю, у меня такой страх, что ты такой голодный целый день. А он все меньше и меньше кушает. Утром проснулась на кухне, он, видно, яичницу жарил себе. Молодец, меня не беспокоит, умничка, мой эндерчик. Он тоже вчера вечером, когда я занималась своими делами, он же идет за хлебом, пиде. И я каждый день не могу, вот чуть-чуть, по чуть-чуть, так хочется его попробовать, но сегодня уже не буду пробовать. И он, оказывается, вчера дошел до Марины. Я так рада, выдержка проверяется, сила воли. Я очень рада, что он сейчас постится. И вот у него вечер начинается с финика или хурмы одной штуки, я тоже по одной с ним кушаю. Напивается воды, и потом уже садится, поэтому, наверное, малый и кушает. Людей с утра немного. Два баскетболиста, ну классно. Наверное, здесь тоже скоро покрасят. То, что я смотрю, везде идут работы. Пойдем посмотрим вместе с вами. А вот и я, друзья мои, сегодня вот так я выродила с пан-спортсменком. Хвостики сделала, чтобы не мешали. Сегодня я взяла с собой пакет и наберу камней. Ну что, хватит сидеть, пошла я дальше. Поговорила только что с мамой, у моей внучки. Была проблема с зубом, щечка распухла. И, оказывается, там, ну это все эти дни, я о ней рассказывала вам. Вчера, наконец-то, вырвали. Да, ходили к частному врачу, естественно, все платно. И рентген, и пробу сделала на антибиотику. Мне очень это понравилось. В общем, обслуживала около 100 с чем-то. Ларе, кажется, обошлось. Так что вот с мамой поговорила, все нормально. Мария очень любит ее борщ, мамин. А маленькая, капризная мальчик, внучок мой, любит колбаску, бутерброд с колбаской. Когда приходит в садик. Ну, в общем, в садике ему очень нравится. В школу Мария моя в школу не так уж любит. Любит математику. Ну, а другие предметы не любит. Не знаю, что будет делать. Ну, надеюсь, что все будет хорошо, перерастет. Боже, какая красота, смотрю. Да, новая коллекция. Такой комбинезончик. Видно вам или нет? Так, цены. Цена комбинезона, блузки и панталонов. Где-то 750 и 470, 1200, грубо говоря. Так, вот это вот, смотрите, блузка стоит 929, а юбка 1540. Так, вот так покажу вам, чтобы не очень красиво. Да. Ого. Такая юбочка за 1500. Блузочка. Тут не видно, что блузочка. Тысяча с чем-то. И эта блуза называется. Исчетриста. Вот такая вот блуза. Видно или нет? Меня, скорее всего, видно. Вот этот магазин дорогой. Вот там блузон стоит 1200. Так. И эта, муска стоит 690. Шорты 650. Видно, не видно? Ну, это очень дорогой магазин. Я пока сейчас сумму столько вещей, шмоток. Вот мой квист. Квист. Видите? Вот это вот мое. Такой сараханчик мне тоже, кстати, надо купить. На лето себе платьице. Такое яркое. Вот это тоже такое красивое. Платье, да? Сот. Вот я нахожусь в Твисте. Мне поразрешили снять. Видите, какая блузочка. Классная. Так, цена. Вот. 550. В этом Твисте очень яркие вещи продаются. Таблюзка или платье. Такой костюм интересный. Это платьица для девочек. Угу. Отлично. Очень нравятся мне вещи. Особенно... Вот эта расцветочка какая-то супер. Угу. На девочку. Сейчас летние тут, наверное, вещи. Летний сезон новый. И вот юбочка. Обалдеть. Это юбочки белые. Такую кофточку. Костюмчик. Вперед. Сколько осталось? Как хорошо, как-то разрешили снять. Мне такое надо что-то поскромнее. Ой, платьица. Отлично. Какую цену. 800 лир. Отлично. Наверное, придет, когда сезон и скидки будут. Вот strips. Костюмчик. И еще,我觉得. Как вернуться. Субтитры делал DimaTorzok 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 Голубые. Видите? Каблук какой-то оригинальный. Необычный. Так. Вот такой комбинезон есть. Летний вариант. Очень мне понравился. Так, какую цену? Семьсот. Посмотрите. Здесь цены более-менее достойные. Активные. Активные. Что-то хочу я. Поднял я пятьсот. Представляете? Представляете, вот пятьсот. Так. Очень красиво девочка ходит. Вот это платье тоже красиво. Посмотрите. Вот это платье стоит... Сейчас расскажу сколько. Шестьсот семьдесят. Ногти не накрашены. Отдыхаю. Асенька, если ты смотришь это видео для тебя. Ася. Вот какие туфельки тоже. Они не понравились. Оригинальные очень. Четыреста лири. Отлично. Да, вот эта вот семечка. Видите, такая красивая. Четыреста лири. Четыреста лири. Такие белые босоножки. Четыреста шестьсот. Отлично. Там, вот этот сорокончик, что мне понравился. Очень понравился. Ну, не знаю, как он будет открытый или нет. Такую цену. Четыреста лири. Пятьсот шестьсот. Скоро, мне кажется, будут скидки потом на них. Ой, красивее такое. Это красивое. Люблю все яркое. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите. Вы сейчас видите. Свои дорогие. Это какие курсы. Кудесные. Музыка. 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 Очень красиво. Музыка. А, вот, магазины все пустые. Все пусто. Но мы пришли с вами не в магазины, не так ли? Мы пришли с Вами посмотреть на яхты, все пусто, кафе, все закрыты. Боже, как красиво! Никого нет, птички, тирик, 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 тирик. Специально увеличила камеру, подивитесь, посмотрите, столько рыбы здесь. Вода не такая уж чистая, почему я не понимаю. Посмотрите, сколько мальков. Ну, а самое главное, без стабилизатора так плохо снимает, рука дрожит, извините. А сейчас нормальным планом. Вот в такую красоту я пришла. Вот в такой красоте я нахожусь. С маской. Боже, как красиво! Я такая умница, что я пришла сюда ради Вас, мои дорогие, любимые подписчики, друзья и зрители моего канала, которые только что попали на мой канал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь моим видео с другими Вашими друзьями, соседями, сослуживцами, родственниками, родителями. А также не забудьте нажать на колокольчик, который находится здесь или здесь или здесь, где-то находится, чтобы получать уведомления о моих новых видео. И вам не трудно, и я буду благодарна за то, что я вот ради Вас работаю, дружусь. Ведь снять видео – это действительно очень сложный процесс. Это не то, что просто снять, нужно что-то грамотно рассказать. Во-вторых, монтаж занимает 8 часов, пока ты смонтируешь в телефоне, потом загрузишь на YouTube, и там еще надо час-полтора, чтобы полностью создать качественный контент и открыть его вам. Так что, пожалуйста, ставьте лайки, не забудьте ставить лайки. Буду вам очень благодарна. Все спят, никто не работает, как и я. Люди приходят и фотографируют, как и я. Ко мне подошел полицейский и спросил, что я делаю – снимаю видео или фотографии. Я сказала и то, и другое. Он сказал – видео запрещено снимать. Фотографии, пожалуйста, видео нельзя. Я говорю – с чем это связано? Раньше я снимала, не было никаких проблем. Ну, говорит, с этим, с пандемией, с ограничениями. Так что вот, возвращаюсь, уже там нечего делать. Мне предстоит долгий путь. Надеюсь, вам видео очень понравилось сегодня. Не так ли, мои дорогие? И я хорошо прогуляла вместе с вами. Смотрите, что я делаю. Светлана закопалась в песочек. Водичка прозрачная. Ой, можно запросто купаться. Надо как-то один день не просто ни на кого не посмотреть, а искупаться. Я сегодня так много погуляла. Замечательная погода. Супер. Дела я все переделала вчера. У меня сегодня вечером будет конференция. Так что пять часов. Вон тут вот эта дедулька идет. Кто-то в куртках ходит, кто-то раздетый, как я. Там лодка рыбацкая. Прикольно. Дела я тут готовят. Супер сегодня, наверное, рыбок много. Посмотрите, сколько рыбаков там. С той стороны сейчас нигит, да, а эти много. Супер со шпелом никак не соберемся. Да, вот с этим уручим хвостом, он же спит. А я только смогу с утра, вот если выйти в 12-е. В субботу, воскресенье закрыты. Сегодня последний день, завтра нельзя выходить. Чем буду его кормить, не знаю. Вчера столько наготовила еды. Он поел здесь небольшую часть. Пускай сегодня кормкает салат Цезарь. А я сегодня хочу чечевицу. Может, супчик себе отварю. Посмотрим. Сейчас вот посижу, чуть-чуть ножки высохнут мои. И камни хотела посмотреть. Но нету таких камушек. Хороших. А Ниночка, Нина Николаевна, меня все советовала камушек собрать. Сейчас я посмотрю, если что, выберу. Что у меня сегодня на обед. Я когда пришла, выпила, напилась воды, я и по дороге купила много воды. Съела вишню и бегом душ. Нет, приготовила я себе суп такой. Самый легкий суп. Здесь и цветная капуста, и кабачок, и лук, петрушка, помидор, морковь. Наверное, на литр у меня. Не литр, наверное, полулитра вышло. Полулитра супа. Нет, литр супа. На литр воды 2 столовые ложки оливкового масла в конце я залила. И вот еще, значит, посолила, поперчила. Соли очень мало. У меня зелени, особенно здесь мята, огурчик. И вот чечевица, которую, может, я добавлю вовнутрь. Вот такой у меня сегодня обед. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...